А какие еще бывают признаки инфицирования, чтобы мама могла сразу понять, что ей нужно бежать к врачу, не затягивать это? Смотрите, практически любое образование корочки, любое образование налета такого типа желтоватого или даже белесоватого, это говорит о том, что, скорее всего, есть инфицирование, какие-то прыщечки белесоватого характера. Притом, я должен сказать, что, к сожалению, особенно на детской коже, это бывает обычно микс инфекция, это не только бактериальное инфицирование. В течение первых полутора лет жизни еще и грибки, грибковая инфекция может присоединяться к этому инфицированию. И в этом случае грибки плюс бактериальная инфекция, они еще усиливают аллергическую реакцию и возникают, как мы их называем, суперантигены. То есть ухудшается состояние, то есть иммунная система еще больше воспаляется. И в этом случае, конечно же, приходится использовать не просто противовоспалительные или гормональные эмази, а комбинированные крема эмази, которые в своем составе содержат и противовоспалительный компонент, и противогрибковый, и противобактериальный. То есть, но, к сожалению, чем младше ребенок, тем меньше арсенал таких продуктов, потому что, ну, как бы сказать, регистрацию многие эти фирмы просто не прошли по детям маленького возраста. Поэтому постарайтесь уж первые, я обращаюсь к нашим зрителям, постарайтесь первые полгода, во-первых, доносите ребенка, рожайте обычным способом, пожалуйста, кормите его грудью, и в этом случае риски возникновения в первые полгода атопических проявлений будут минимальны. Правда ведь?